Теперь после того, как наша буква уже почти закончена, в принципе, она довольно-таки интересно выглядит. Давайте займемся наворотами всякими разными, которые впоследствии, может быть, я от них откажусь. Но здесь я как бы тут турчик закончу. Так, где у нас... Вот какие наши, да? Вот этот возьмем и скопируем его вот сюда. Так, хорошо. Ну и следующий шаг... Сейчас мы это закроем. Так, это закрыто, 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 закрыто. Да, лампа закрыта. Так, нам нужен будет вот этот самый текст. Мы выделим его сюда немножко. Мы видим, он состоит из двух, по крайней мере, контуров. Теперь нам эти контуры надо как бы разобрать. Ну, чтобы не обременять себя различными там. побочными знаниями, как это автоматически убрать. Я просто это механически уберу. Мы выделим сейчас вот эти точечки. Нажиму Enter и все. Вот у нас с вами есть уже готовый контур, который он вполне может спокойненько. Выдавить в экструд. Так, я у нас экструд сюда его. Вот так. Такое увеличение нам это совсем не надо. Мы делаем сейчас стекло перед нашим. Я думаю, что вот так вот хорошо. Ну и, естественно, все грани должны быть кругленькие. Почему мы с вами так поступим, как и в прошлый раз. Теперь выделим это. Нажмем или здесь групповать, или Alt-G. Вот так. И под этот нулек забросим сейчас наш Бэл. О, закинули. Не закинули. Вот. Еще раз выделяем. Shift надо зажимать. Shift зажимал. Блин. Вот теперь оно там. Но надо посмотреть, насколько оно все соответствует. Во-первых, поставить лимит. Второе. Вот это фьюз. Так. В самом экструде нам можно пойти в Кэпс и сказать крето земли объект. Вот так. Закреатили. Ну и теперь посмотрим, как это будет все раскладываться. Вернемся в Бэл. Здесь, скажем так, 3. 3. Ну, давайте 3 оставим. Более кругом будет. Ну и выглядит все очень-очень прилично. Больше ничего делать не надо с этим. Хорошо. Так. Если взять это к 0. Опять. Мы можем сказать X-Ray. Он будет прозрачный. И подвинуть его уже на то место, которое мы для него спланировали. А планировали мы его вот сюда. То есть, как бы закрыть этим стеклом. И нам нужно будет, конечно же, крепления. Какие-то шурупочки, на которые это все посадить. Этим мы сейчас и займемся с вами. Вот. Напишу стекло. Отлично. Так. Ну, сейчас, скорее всего, нам надо все-то закрывать. Так. У нас сейчас не нужен. Вот этот нам не нужен. Лампочка тоже легча. Как бы не совсем. Все вот так. Вот это то, что нам нужно. И мы вот здесь должны сейчас с вами сделать обводочку контур. Вот так. Сосредоточимся. И начнем. Сейчас я открою свое пирожко. Ручку удобнее мне рисовать. Так. Все заработало. Итак. Берем. И начинаем тут рисовки-зарисовки. Плохо, что как бы я не вижу, что я рисую. Поэтому мне надо пока что сейчас я сделаю все. Я просто сейчас отодвину вот эту массовку подальше. Так. Судал ее. Лампу сюда. А зихер там оставим. Так. Вот эти все. Плюс это лампа. Что ж такое. Вот так. Так. Вот. Просто отодвину сейчас немножко дальше. все. Ага. Не тут то было, да? Вот так. Если, допустим, выделить. Вот так. Как модель. Вот. Как модель она подвинется. Вот она подвинулась. Больше нам ничего не нужно. И мы сейчас начнем это дело рисовать. Следующее. Опять же берем этот и поехали. Вот первая точечка, вторая, третья. Тут довольно-то узковато, но ничего. Как мы справимся. она как бы и раньше не очень была синевая такая уж удобная чертилка. Сейчас им удалось сделать лучше, но все равно не ел. потихоньку подвигаемся аккуратно проходим здесь. Здесь. Так. Здесь. Здесь. вот так. Хорошо. Чуть-чуть поднимемся. То есть сейчас мы с вами сделали этот контур. То, что нам и нужно было. Сплайн. Хорошо. теперь нам надо сделать штыри и потом расположить их по всему контуру. Давайте этим займемся. поднимемся. Ну, то есть мы сейчас пойдем для этого в цилиндрике. Повернем его на 90 градусов. это значит у нас объект будет Z плюс. Вот так. Расстояние будет 2, вернее. И расстояние будет 20 пока что. Вот так. О! 20, я сказал. Вот такой штырячек. Хорошо. Сейчас посмотрим, куда его расположить. так. Ну, куда-то вот сюда может быть. Ставим пока вот так. Вот здесь будет виднее. лучше. Так. Хорошо. Ровно посередке. Отлично. Цилиндр потянем вниз, чтобы нам удобнее было работать. Теперь работа с клонером. Так. Где он у нас? Вот он, да? Возьмем клонер. Монграфия возьмем клонер. Так. Не ли я объект возьмем? Так. Вот так. Ну, клонер тоже вот сюда. Цилиндр туда забросил. Вот. что мы видим. Где у нас цилиндр? Он у нас лег. Так. Вот. мы звездочку убираем. Так. Не. Ну, вообще тут надо отключить. Монграфия не видно ничего. Оставим глаз. Стекло оставим. А эти все закроем. Чтобы они просто не мешали тупо. Вот так. Так. И где наш любимый родной? Куда девался стержень? Так. остались сюда. Где цилиндр? Ну, как? Вот он. Так. Хорошо. Вот он этот цилиндр. Ладно. Теперь помещаем цилиндр в клонер. Вот так. И теперь нам надо с клонером работать. Надо с клонером работать. Как я сказал, мы сделали сначала его превратили в мод объект. Так. И теперь мы возьмем где у нас был это сплайн в объект. вот они у нас появились. Так. Если мы сейчас отключим это вот align клоун. Он стал на место. Но нам бы хотелось иметь это в каком-то порядке. Да? Мы хотелось иметь это в каком-то порядке. Поэтому сначала мы решим сколько у нас это будет. Не знаю. То есть надо сначала как-то разделить это на одинаковое расстояние. Как это можно сделать? Сейчас посмотрим. А сделать это можно автоматически если мы заменим каунт на степ шаги. Вот так. И шагов скажем. Вот штук 30 шагов. Если это не будет слишком много. Ну не знаю. Надо посмотреть. Как это лучше будет выглядеть. Сколько тут можно? Пока оставим 30. Ну а дальше мы продолжим в следующем видео. Вносить детали туда. Расставлять как нам нужно. Окей. Договорились. До следующего видео. Пока.